По итогам работы за 2012 год сотрудниками межмуниципального отдела Кандалахшки проводились различные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение фактов реализации наркотиков. Было выявлено 91 преступление. По сравнению с прошлым годом эта цифра возросла. Несмотря на небольшой рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, все же принимаемые меры по противодействию имеют положительные результаты работы, отмечает Лев Зайцев. Так, в 2012 году были выявлены несколько притонов, в которых изготавливали и употребляли дезаморфин. Этот наркотик ранее был самым распространенным из-за его низкой себестоимости и простотой в изготовлении. Однако с 1 июня прошлого года в силу вступил закон, ограничивающий реализацию КДН-содержащих препаратов. Также в работе отдела по этому направлению помогли и анонимные обращения граждан на телефон доверия ОМВД России. В прошлом году сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий по сообщению анонимного гражданина был задержан гражданин житель Санкт-Петербурга, который провозил через стационарный пост ДПС наркотические средства свыше 1 кг 300 г. Поэтому человек был задержан, наркотические средства были изъяты. В целом за год сотрудникам оперативных подразделений межмуниципального отдела изъято свыше 3 кг наркотических средств. Изъяли такое нехарактерное для Мурмутской области наркотическое средство, как маковую соломку. То есть географически наша область не попадает под распространение такого наркотического средства, но тем не менее партия была изъята. Лев Михайлович отмечает, что уменьшился возрастной показатель лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны несовершеннолетние в возрасте 16 лет, которые как употребляли, так и сбывали наркотики. В этой связи управлением назначено проведение оперативно-профилактической операции. До особого распоряжения будут проводиться сотрудниками всех служб Мурмутской области такие мероприятия. Все преступления, связанные с наркотиками, носят латентный характер. И эффективность борьбы с данным видом преступления зависит и от содействия граждан с полицией. У нас есть телефон доверия, 5-5-2-6-4, соответственно граждане могут сообщать информацию, она абсолютно анонимная. И будет способствовать раскрытию преступлений. Продолжение следует...